Понимаете, да? Вы тоже понимаете, что это обман. Поэтому мы и повторяемся, не будет никакой дефляционный спираль сейчас. Потому что вам эта чудаковата баба по имени Катевута говорила, что ну, у нас на дефляции будет фаланс технологическая компания, бла-бла-бла. А ARK Investment уже упал из меня там на 50 или 60 процентов. И он еще будет дальше падать, потому что технологическая компания американская, они инфляцию не переживут. Это антиинфляционный инструмент рынка. Они в момент инфляции падают. Да и рынок больше в эти компании не верят. Извините меня, у нас уже на индексе S&P 500 крест смерти вырисовывался за счет скользящих средних яма по недельному графику. Это будущий медвежий тренд предрекает. О какой дефляции речь вообще есть? Я не понимаю просто. А остановить эту планету я сойду. Что за бред? Что за чушь? И, соответственно, мы все равно вернемся к тому, что сейчас, да, многие говорят, в прямом смысле, многие говорят, что ОЕ больше не запустят. Печатный станок больше не будет запущен, потому что инфляция большая. А вы дальше уноса, господа, не веете ни хрена. Вы не веете дальше уноса. Дальше политические проблемы начнутся. И эти политпроблемы, как будут власти европейской страны, власти Америки пытаться избить. И путем того, чтобы бабки печатали население давать. Население за дебилки, крайне. Но есть там какой-нибудь Джон Педро, Джон Фавро, какой-нибудь, я не знаю, Тони Старк, Марк Питер Паркер, там, не знаю, Петр Паркеров, еще какие-то, наверное, чудики, да? Я просто как баллы сейчас имена беру в Думу. Там, Бенлокий Буратилович или там, Фредерик, я не знаю, Попа Лизович. Да хрен с ними. И эти лица, они будут не того же происходящего. Ну и они подумают, у нас, у них вариантов нет, давайте бабки печатать. Они будут причем-то осознанно делать. Ну, просто пытаться эту проблему деньгами как-то вот ее замылить. Ну, не получится замыть. Понимаете, что даже банально американцы и европейцы сейчас против Российской Федерации от первых санкций воют, американцы даже эмбаргу нефтяной ввели. Извините меня, американцы уже долго намекают. Ну, мы как бы, да, ввели эмбаргу на РФ против нефтегаза, да, мы покупаем у Российской Федерации 5% нефти от общего объема. Ну, мы так подумаем, наверное, мы через другие банки-посредники будем покупать российскую нефтяночку себе импортировать. То есть, понимаете, такая публичная порка получилась. Такие мы русские плохие, а они там все божественные. Я не в плане геополитики, нет, я в плане лицемерии говорю. То, что они ввели эмбаргу, а сами будут покупать. Ее-образно будут покупать. То есть, если они раньше покупали нефтегаз из РФ со стороны американских банков напрямую, то теперь они будут покупать через Мексику, через мексиканские банки. Понимаете, да? Вот что прикол-то. Мексиканские либо испанские. Ну, посмотрим, как они будут покупать.